Ну, даже не знаю, с чего начать. Пожалуй, с инструкцией. Продезинфицируйте руки, надевайте маски, обязательно скупите всю туалетную бумагу в ближайшем магазине и приятного просмотра. Как звезды поют вживую без обработки, часть 9. Небольшая рекламка и погнали. На дворем пути лес, весло вперед. Спонсор выпуска коллектив из Москвы – Wasted Sky. Ребята играют музыку в стиле нью метал. Буквально на днях они опубликовали новый клип и выпустили эпишку, состоящую из пяти треков. Предлагаю немного ознакомиться. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ На краю! Внутри голоса, это всё леванас! Это всё леванас! Внутри голоса, это всё леванас! Это всё леванас! Конечно, это вкусовщина и субъективизм, но лично мне частенько попадались такие нью металлисты, будто у них общий вокалист, как с одного завода. Тут был приятно удивлён. Все необходимые ссылки на ребят в описании, а теперь погнали. Гордон Мэтью Томас Саммер, более известный как Стинг. К слову, когда я делал видео про Ози, я наткнулся на одну занимательную цитату мистера Осборна. Я не горжусь чем бы то ни было в своей жизни. Я не горжусь тем, что я недоучка. Я не горжусь тем, что я алкоголик. Я не горжусь тем, что я наркоман. Но могло быть хуже. Я мог родиться Стингом. При всём уважении к Принцу Тьмы, Гордон Великолепин. Обладатель всевозможных наград, включая звезду на Аллее Славы за влияние на музыкальную индустрию. Кто-то скажет, «Награда не всегда показатель». Согласен. Но он также ещё и филантроп. Как-то раз он пожертвовал призовые в размере более 100 тысяч евро на программу помощи беженцам в Швеции. Музыканты, которые при переезде были вынуждены оставить свои инструменты, могли обратиться в его контору для получения средств, дабы вернуться к любимому делу. Согласитесь, случай весьма показательный и, разумеется, далеко не первый и не последний. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Самое сложное в данной рубрике, что неудивительно базирующейся на исполнении, искать информацию о том, как тот или иной исполнитель, собственно, и учился исполнять. Чью биографию не возьми, такое ощущение, будто каждый первый родился с микрофоном в руках. Информацию об обучении Стинга, к счастью, в интернете найти можно. Его мама закончила музыкальную школу, поэтому с самого детства Гордон был окружён музыкой. Она помогла освоить ему игру на фортепиано, после чего отправила в церковный хор. Как вы понимаете, вокальную базу Стинг получил именно там. Он начал играть джаз, но вскоре знакомые вселили в него желание посвятить себя рок-музыке. Так была создана группа «Полиция». Это было сложно, но я понял, что нужно двигаться дальше. В начале 80-х, когда их музыка звучала отовсюду, Стинг почувствовал творческий кризис, обусловленный рамками группы, и отправился в сольное плавание, добившись там ещё больших успехов. Сейчас ему без малого 70 лет, и он по-прежнему выступает. He deals the cards as a meditation He deals the cards as a meditation Those he plays never suspect He deals the cards as a meditation Those he plays never suspect I know that the spades are the sides of a soldier I know that the spades are the sides of a soldier I know that the clubs are weapons at war I know that the spades are the sides of a soldier I know that the clubs are weapons at war That's not the shape of my heart That's not the shape of my heart That's not the shape of my heart Everybody! Да, крутая реклама была Группа Scooter, а именно её бессменный вокалист HP Baxter Уроженец Германии У Baxterа он же Ханс Довольно мощный голос с ярко выраженным драйвовым звучанием В дебрях интернета мне удалось найти небольшую статью на немецком, где повествуются о его молодости Не знаю, насколько представленная там информация достоверна, но сопоставив некоторые факты, на правду вроде как похоже. Он, как и многие другие, познакомился с вокалом, подпевая любимым исполнителям. Особое внимание уделялось тяжелой музыке. В дом постоянно приносилось самое разное музыкальное оборудование. От привычных всем инструментов до некого подобия диджейских пультов. Но, как это часто бывает, первые творческие попытки сначала столкнулись с маминым... Может, ты сначала отучишься? Бакстер поступил в университет, где начал изучать экономику и торговлю. Но вскоре принял решение оттуда уйти, посвятив себя музыке. Что, кстати, не помешало ему таки узнать, почем нынче рыба на рынке. Коллектив сумел заявить о себе первой же пластинкой. Фанаты коллектива отдельно отмечают их живые выступления. Еще, будучи лишь локально известными артистами, они давали жару в местных клубах. Особенно фронтмен, Бакстер прекрасно чувствует публику. И так как он с детства меломан, в его арсенале было достаточно способов, чем эту самую публику развлечь. Вокал, речитатив, сэмплирование и гитара, гармонично сочетающиеся с электронщиной. Хоть использование сэмплов и закрепилось за рэперами, сэмплингом пользуются много где и с разной аргументацией. Скутер аргументировали так. Лучше хорошо спереть, чем плохо написать самому. Не поймите неправильно, авторской музыки у них тоже с головой. Помимо Скутера, Ханс занимается сольным творчеством и продюсированием. Работы всегда хватает, из-за чего с семьей он видится нечасто. Моя личная жизнь это моя личная жизнь. Скажу коротко. Когда у меня есть возможность провести время с родными, я счастлив. Когда такой возможности нет, я подпитываюсь энергией зрителей. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Адиль Жалелов, скриптонит Его мне хотелось добавить в сегодняшний выпуск по нескольким причинам Во-первых, студийное звучание и сплетни Иногда скрипт сводит звук так, что от него за версту веет компьютерной маскировкой Как тот же автотюн у Олега ЛСП Он умеет петь самостоятельно вживую, но предпочитает обработку И одно дело, когда тебе просто может не нравиться подобное художественное решение И совсем другое дело, выводы об отсутствии вокальных навыков Когда ты даже не попробовал разобраться в ситуации Вы, наверное, заметили, что я больше всего тяготею к исполнению ртом Посему после проекта про написание альбома с нуля Сам пошел к преподавателю по вокалу А после деятельности на ютюбе появилось множество знакомых вокалистов С которыми можно пообсуждать пение Так вот, если в беседе с кем-то из перечисленных затрагивались лайвы скриптонита Все сходились на том, что мужик могет Нередко, правда, задаваясь вопросами нахера портить свой поставленный голос Мышанием и плагинами Не без этого Но тут вступает во-вторых Мы пьем так, будто выиграли в бинго ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! 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 ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ을! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! Вы сами напросились. Субтитры сделал DimaTorzok В Испанию по-испански В дополнение к предыдущему разговору С Олечкой не все так просто Опять же две стороны С одной здорово, что она не только выступает под фонограмму Но еще и пытается петь самостоятельно В конце концов я, например, пошел к преподавателю Потому что хочу научиться А выступать под фонограмму Это все равно, что смотреть на то, как кто-то другой прыгает с парашютом В надежде испытать те же эмоции, что и он Но, с другой стороны Насколько известно Ольга тоже занимается с профессионалом И сейчас, правда, без подшучиваний Возникают вполне резонные вопросы Либо она прилежная ученица У которой ну просто не получается Либо, что скорее всего Бузова мало практикуется Потому что ездить с концертами Общаться с публикой Слышать, как люди поют твои песни Зарабатывать на этом деньги Хотят все Подготовка равно время Но еще и туда сходи Здесь появись и писательница И ведущая И диджей Ну или диджейка Я не знаю Тут не то, что за двумя зайцами Не нам, разумеется, ее учить Но, может быть, все-таки дело не в занятиях А в том, сколько этим самым занятиям уделяется времени Фанаты постоянно сводят на то, что ее все хейтят А она, бедняжка, старается Но... Старается ли она в полной мере? Скриптонит готовый профессионал И то, день за днем убивающий время на свое ремесло Тарья Певица, способная сама научить петь кого угодно По сей день, начиная со школы Занимается вокалом по 3-4 часа в день Вот и вся разница Разница в отношении к делу Оля Бузова Тоже мне музыка Оля Бузова Тоже мне музыка Оля Бузова Тоже мне музыка Прошу, не думайте, что Оля Бузова Лишняя нагрузка Э, а Бузовам Прошу, не думайте, что Оля Бузова Лишняя нагрузка Э, а Бузовам Выбейся, как музыка Прошу, не думайте, что Оля Бузова Лишняя нагрузка Э, а Бузовам Хейтить Бузову всегда в тренде Все приходят и уходят, а я всегда здесь Несомненно, но можно ведь и по-другому Делай так, чтобы тебя любили и уважали А не разводили моду на хейт твоей персоны А теперь располагайтесь поудобнее Bad Heart Замечательная американская певица Способная покорить своим голосом Как всех сразу, так и каждого по отдельности Тембр голоса, вокальные фишки, диапазон Поведение на сцене, работа с публикой Как сказал Лок Док Я растаял, как ёбаный пломбир ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возьми моё сердце Согласитесь, сразу видно, когда человек просто кривляется на сцене, пытаясь привлечь к себе внимание, и когда его колбасит по жизни Занятия музыкой начались ещё в детстве Родители жили небогато, но всё же смогли позволить своей дочери уроки игры на фортепиано у частного преподавателя Девочка была предрасположенной Буквально через пару лет Бетти уже научилась подбирать песни на слух Со стилем исполнения помогла определиться жизнь Учитель восхищался Бетховеном Мама предпочитала джаз А вот отец, яры сторонник тяжёлой рок-музыки И теперь добавьте сверху смерть сестры из-за передозировки наркотиками И арест отца Этими самыми наркотиками торговавшего Впрочем, она и сама провела не один день в лечебнице В 2013 году психиатры порекомендовали ей уйти со сцены, но Бетт не согласилась По сей день выступает Выступает на высочайшем уровне И буквально в прошлом году вышел её новый студийный альбом В общем, крайне рекомендую познакомиться с ней поближе Ну а на сегодня всё Всем большое спасибо за просмотр Слушайте хорошую музыку Берегите себя Будьте адекватнее И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok